Братья и сестры, мы в это время, после Пасхи, уже давно, в давней традиции нашей такой, до нас было так, до Вознесения, у нас тема одна, воскресенье, да? И когда-то было так, что обязательно приветствовались и говорили друг другу, Христос воскрес, но это не всегда хорошо. Почему? Когда люди говорят что-то серьезное о Боге без сердца, то это грех. Вот если просто так, знаете, по привычке. Поэтому христиане не практикуют употреблять фразы «не дай Бог», там еще что-то связанное с именем Божьим, чтобы не употреблять имя Бога Суя, то есть напрасно. Бог очень велик, Бог нашим умом даже понят не может быть. Мы о нем понимаем только из Писания, только что написано, вот где Он открылся, там открылся. Где Он не посчитал, нужно до какого-то времени нам открываться, мы потом это узнаем. Узнаем в вечности и будем познавать. И в вечности скучно не будет, потому что у нас будет бесконечна возможность познавать Господа. Его премудрость, Его любовь, все, что связано с Ним, и быть с Ним, и познавать Его. Братья и сестры, я хочу сегодня вместе с вами прочитать то, что нас не нужно убеждать, что Христос воскрес, мы верим в это, мы верим в воскресение мертвых, мы верим в то, что Библия – Слово Божие. Но нам в нашей жизни, в нашем хождении, мы постоянно нуждаемся в руководстве, в наставлении. Как нам себя вести, как нам поступать, как нам жить, как думать, как говорить и так дальше. И все это исходит из того, какие наши отношения с Богом. Я прочитаю сегодня хорошо известные слова, отрывок, и буду читать Писание, хочу много сегодня прочитать. И прошу, кто серьезно относится к Слову Божьему, записывайте, и дома можете проверить, дома еще продолжить размышлять. Мы прочитаем первое послание Иоанна, третья глава, и с первого по двенадцатый стих. Вот этот отрывок мы прочитаем вместе, потому что это у нас, это для нас, это очень важно для нас. Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Мир потому не знает нас, что не познал Его. Возлюбленные, мы теперь дети Божьи, но еще не открылось, что будем. Знаем только, что когда откроется, будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист. Всякий, делающий грех, делает и беззаконие. И грех есть беззаконие. И вы знаете, что Он, это Христос, явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха. Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает. Всякий согрешающий не видел Его и не познал Его. Дети, да не обращает вас никто. Кто делает правду, тут в смысле поступает правильно. Некоторые люди правдивые, но живут неправильно. Их жизнь неправильная. Они правду говорят даже о своих грехах, о преступлениях своих, но живут они неправильно. Поэтому здесь имеется в виду, кто делает правду, то есть кто поступает правильно, по правде, как положено, соответственно, Слово Божьему. Тот праведен, подобно как он праведен. Кто делает грех, тот от дьявола. Потому что сначала дьявол согрешил для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Всякий, рожденный от Бога, не делает греха. Потому что семя Его пребывает в Нем. Это семя Христа, вот Божье, семя Божье. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Дети Божьи и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога. Равно и не любящий брата своего. Ибо такого благовествования, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга. Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил? За то, что дела его, это Каина, были злы, а дела брата его праведные. Братья и сестры, прочитав этот отрывок, я уверен, что вы многие читали, знаете, знакомы с ним. Потому что читать Ивангия и не попасть на этот отрывок мы просто не можем. Надо найти послание. После послания Петра идут три послания апостола Иоанна. Иоанн, чем нам особо интересен, тем, что он особо любил Господа. Знаете, мы все с вами по отношению к Господу разные. Одни очень любят Господа, другие так себе, третий местами только по воскресеньям. Но, братья и сестры, любить Господа, ну, заметно. Потому, Иоанн писал в послании, в Евангелии своем, когда писал о себе, он не говорил, что это я, он просто писал, ученик, которого любил Иисус. Кто любит Господа, тот знает, и знает любовь Божью к нему. Вы все знаете и уверены, что Бог любит вас. Прямо хором ответили, спасибо. Братья и сестры, быть уверенными, что Бог любит нас. Быть уверенными, что Бог нас правильно ведет. Что Он не ошибается по отношению к нам. Даже когда нам кажется, что Он забыл, куда Он смотрит. Особенно, когда мы читаем такие книги, как книга Иова, даже Псалмы, Псалмы Перца. Знаете, Бог и мы. Знаете, вы знаете, что сегодня, когда все больше сирот в мире, и не только в мире, и в мире, но и у нас, там, где есть убитые отцы, там дети сироты уже потом. Если и мать, то уже двойные сироты. И вот сирот все больше. Все больше людей, которые, детей, которые потом нуждаются в опеке, где-то в интернатах, где-то ищут приемные семьи. И вот интересно, что когда берут ребенка, осиротевшего в приемную семью, то есть два статуса таких. Есть опека над ребенком, а есть усыновление. И то в одном доме, одинаковые заботы. Мы не берем финансовые, потому что опеку государство больше поддерживает. Но вот отношения, если берут ребенка, то хочется, чтобы ребенок назвал папу папой, маму мамой, сестричек, братьев, братья и сестры. То есть меняется что-то во взаимоотношениях. Не просто там прислушку взяли, еще кого-то там, или просто позаботимся, потом отправим. Но меняется юридическое положение. И когда усыновляют или удочеряют, то это тоже забота, все. Но финансово это хуже, потому что государство тут полностью возлагает на семью. Взяли, усыновили, это уже ваше. Думайте, забудьте, зарабатывайте для него. Но меняется положение ребенка. Когда это сын или дочь, это совсем другое. Меняется положение наследства. Когда родители умирают, то усыновленные так само, как и свои дети, а если не было, то как родные дети, имеют право на наследство. Они узаконенно приобретенные, взятые, усыновленные или удочеренные, ну как, они, ну как, как часть. Это положение меняет. Интересно, когда мы приходим к Господу, знаете, Бог сотворил весь мир. Бог над всем. Мы даже не представляем себе. Братья и сестры, вот сколько мы никакие уже грамотные мы не есть, но когда мы берем мобильный телефон в руки, мы не всегда понимаем, как он там разбирается, куда что отправить, кому что, как написать. Начинаешь писать, оно тебе уже слово подсовывает, какое ты только думал писать, оно уже, вот первая буква, и уже слово подало тебе. Если ошиблась, готова измениться. И мы не знаем, даже простой калькулятор. Вы нажали что-то умножить, какие-то два числа, он умножил, вам подало на экранчик этот маленький, и мы не знаем, как оно работает. Ну, те, кто создавал это, знали. У нас был брат, мой друг, который выучился на проектировании компьютеров, он знал, как оно работает, он мне рассказывал, но я так и не понял до конца. Это сложный вопрос, это непростой вопрос, братья и сестры, как оно работает. Так это уже маленькое, созданное людьми. А как наш мозг, который Богом запрограммирован, всю жизнь запоминать то, что видим, слышим, ощущаем и думаем. Просто образ жизни, питание и прочее у нас, знаете, сделало наш мозг немножко тупым. Доходит, но не очень. Но как хранится вся эта информация? Я учился в училище, и потом встретился через ряд лет со своим бывшим соучеником, и он мне рассказывает, говорит, меня однажды, когда полез на стол, ударил ток. Я мог умереть там, если бы я не оборвался и не упал на землю. Но я упал, говорит, оторвался от проводов, меня тряхнуло, я пришел в себя. И он мне говорит, он знал, что я верующий, и говорит, объясни мне вот то мгновение, которое я, ну, был абсолютно на пороге смерти. Вот еще в секунду, ток, все мое сердце, все там парализовал бы. И вот я на пороге смерти увидел свою жизнь, говорит, как на киноленте. От рождения до этого момента. Мгновенно все пронеслось. Абсолютно все пронеслось в памяти. Я ему сказал, если ты проживешь еще сто лет и пристанешь перед Богом, Бог все оттуда спишет и покажет тебе всю твою жизнь. Бог покажет каждое мгновение. Мы в псалуме поем за мысли, слова и движения ответа потребуют в нас. Вот загадка нашей памяти, загадка совести. Вы когда-нибудь переживали за совесть свою? Есть у нас, нет ее, сгорело или еще нет. Ну, то есть, это такое явление тонкое тоже в человеке. И очень много вещей в нас. Мы мысли чувствуем других порою, когда внимательно следим за своими даже. И мы можем иногда чувствовать, что человек собрался нам звонить, а мы уже о нем подумали. А он живет за 12 тысяч километров от нас. И мысль, полет ее, это все загадки, братья и сестры. И вот во всем этом Бог сотворил человека. И человеку сказал, что творим по образу, подобию нашему. То есть, человек, как и Бог, имел, в отличие от всего творения, от всех животных, всех и птиц, и рыб, и всего-всего-всего, что-то движется, потому что у человека был дух. У животных только тело и душа, которые в крови инстинкты вложил Бог. А человеку еще дух. И то есть и тело, и душа, и дух. И Бог сотворил человека, вдохнул дух, и стал человек душою, живою. Это мы такие сложные с вами. И поэтому, когда Бог сотворил человека, Он сотворил его настолько для разумной деятельности, ухаживать, в раю порядок поддерживать, над рыбами, дал глаз над рыбами, над птицами. Так в начале Библии вы читаете, первая страничка. А потом туда вклинился дьявол. Он уже был, это падший ангел. Его цель была повредить Богу. Братья и сестры. И его цель была сделать нас сиротами. Оторвать от Бога. Чтобы Богу пришлось изгнать из рая свое творение. Богу пришлось прокляти землю за Адама. Говорит, за тебя, Адам, проклята земля. То есть в этой земле будущего нет. Бог даст новую землю, новое небо. А эта земля грешники доведут ее до ручки. И в Откровении написано, погублю угубивших землю. Так написано. Поэтому за тебя проклята земля. Если проклята, она однажды прекратит существование. Так Петр пишет, земля и все дела на ней сгорят. Так мы чувствуем, что огня уже запасли очень много. И поджигать землю пытаются со всех сторон сейчас. Со всех сторон. Все специалисты хотят выжить за счет других. Убить других и так дальше. И за всем этим стоит дьявол. Братите, за всем этим стоит дьявол. Дьявол был при первом искушении. И дьявол потом продолжает, продолжает, продолжает. И Бог возлюбил мир не просто так. Ну, решили так. Знаете, как бывает. Мы читаем в Евангелии от Луки. Блудный сын. Мы называем его блудным. Там так не написано. Сын. Прошел к отцу. Решил, я буду жить самостоятельно. Давай мне положенную часть. Ждать, пока ты умрешь. И наследство получить это долго. Давай поделись сейчас. Я свою часть забираю. И иду жить самостоятельно. И самостоятельно дожился. Вы помните, до чего, да? Ничего не стало. Прогулял. Прокутил. И оказался нанятым почти свиней. Но к свиням относились лучше, чем к нему. И только потом пришел в себя. Потом, потом пришел в себя. И подумал, а что же там в отца? А в отца слуги едят лучше, чем я тут вообще. А там в отца совсем по-другому. И вот, братья и сестры, человечество отломилось от Бога. Христос потом говорил это в примере на лозе виноградной. Я есть истинно виноградная лоза. Вы в ветви. Отец виноградарь. То есть, всякими примерами, всякими моментами Бог постоянно старался пробудить в человеке интерес к Богу. Интерес к себе. Потому что, восстанавливая отношения с Богом, человек восстанавливает свое положение в мире. И вот, мы прочитали с вами, Иоанн пишет, что смотрите, какую любовь дал нам Отец. Отец Небесный дал нам любовь. Братья и сестры, вот вы, кто уже уверовал, покаялся, принял крещение, вы члены церкви. У вас нет такой мысли. Наверное, самый хороший человек, раз Бог меня нашел. У вас не было такой мысли греховной. Это греховная мысль. Наоборот. Наоборот. Бог ищет. Помните кого? Матфея 18 глава, мы читаем, 11 стих. Пришел взыскать и спасти погибшее. Погибшее. А погибший, каждый человек, любая веточка, отломанная от лозы, она уже стала на путь погибли. Она засохнет, и ее потом сожгут. Любой человек, который не воссоединил отношения с Богом, это человек, идущий путем проклятия, потерь, и, как помните, 13 стиховом, сказал безумец в сердце своем. Помните, что безумец сказал? Нет Бога. А потом результат. Дальше мы читаем. Если человек так решил душать, что Бога нет, то второй стих. Даже первый еще. Они развратились, совершили гнусные дела, нет делающего добро. Ну, дальше не будем читать. Братья и сестры, вот почему в атеистическом обществе жизнь страшна. Никто не боится Бога, никто с Ним не считается. Любой может тебя обмануть, любой может тебе говорить одно, делать другое и так дальше. В безбожном обществе жизнь страшна. Мы жили, пожили 70 лет, разрушили храмы нашей власти, все, а потом спохватились. Надо было назад. Разрешили Библию и все. Почему? Им самим страшно жить. В безбожном обществе и властям, у которых все есть, и армия, все в руках. И им страшно жить в безбожном обществе. Потому что сказал безумец в сердце своем, нет Бога. Значит, они развратились, вся страна развращенная. Все поступают, как хотят, делают зло друг другу, убивают друг друга. А вот Каин не посчитался с Богом и превратился в этот ужасный памятник зло, убивают своего брата. Там, где дьявол, там, где не считается с Богом, там убивают. Там несут смерть другим. Друзья, дорогие, я почему это говорю? Мы должны абсолютно осознанно жить. Мы должны осмысленно. Мы с вами не просто деревянная щепочка, которую несет по волнам, куда пронесет. Выкрыть, вы на берег выкинет, значит, выкрыть, нет, так нет. Мы люди, которым Бог дал разум, дух, чувство, совесть, все. И вот, когда человек осознает себя оторванным от Бога, он нуждается в нем. И Бог идет с любовью к человеку. Смотрите, какую любовь дал нам Отец. Это Его любовь. И не просто Его любовь дала нам, что земля перестала сорняки выращивать, исчезли колорадские жуки на картошке сами, вирусы пропали все. Нет, не так. То земля проклята за дома. Но Бог дал, смотрите, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими. Не просто там на опеку взял нас. Смотрит, когда им гуманитарку послать, когда им дождь, когда засуху. А Бог смотрит на нас, принявших это усыновление, как на своих детей. Братья и сестры, у нас во всех добрые сердца, но, знаете, вот это пословица, или, может быть, мудрая мысль, когда у ребёнка болит пальчик, что у мамы болит? Она женщина, которая ржав, детей имела. А у матери сердце болит. У ребёнка пальчик, а у мамы сердце. Друзья, дорогие, если у соседского ребёнка болит пальчик, поможем, забинтуем, маму позовём, ну это соседский, сердце не будет болеть так. А вот своё, своё, когда оно попадает в ситуацию сложную, знаете, когда чужие там где-то появятся, да ладно, а вот своё, есть разница? Друзья, дорогие, и вот Бог, который видит всю землю, который над всей землёй, Бог полюбил мир, мир, Бог любит, Богу жалко. Как матери жалко, даже сына пьяницу, даже сына наркомана, она всё делает, чтобы спасти, даже дочь блудницу пытается возвратить назад. Матери всегда жалко, матери всегда болит душа, всегда. Нормальной матери всегда болит душа за детей. И Отец Небесный возлюбил мир, а мир всё дальше и дальше. Когда любят, тогда детей что? Наказывают. Если детей не наказывают, их не любят. Когда любят, их наказывают. Нормально. И посланники евреям читаем, бьёт же всякого сына, которого принимают. И Бог наказывает. И когда зло распространилось уже очень слишком сильно, Бог повелел построить ковчег, собрал туда семью Ноя, животных, которых спасти, ну, ну, тоже они не виноваты. А остальных потопил. Тодашний мир погиб, был потоплен водой. Так Пётр пишет. И так было бытием. Да? Я ничего нового не рассказываю, братец. Я напоминаю, что так было. Бог дальше не мог. Там, в этой шестой главе книги бытия сказано, Бог говорит, не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеком. Не вечно, когда, Бог говорит, земля расстрелилась против его очами, не вечно будет это гнилое общество существовать. И тогдашний мир погиб, был потоплен водою и был спасен только в определенном количестве людей. семья НОЯ. Повезло НОЯ, да? Братья и сёстры. А Еноху повезло? А что с Енохом случилось? А ходил Енох перед Богом и не стало его. Бог взял его перед потопом. НОЯ в ковчег поместил. И не просто так, но взял наугад. Повезло некоторым. Нет. Это не лотерея. Енох ходил перед Богом. Поэтому был взят. НОЯ вёл благочестивую жизнь. Хорошо воспитывал детей своих. И Бог не дал ему утонуть. Надо было переселить эту жизнь на послепотопный период. Это было. Есть книги, учёные книги, которые доказывают научный подход, что потоп действительно был. Земля была покрыта вся. Под водой, под илом остались деревья. Теперь уголь добывают нефть, газ и прочее. Это было последствия потопа. Братья и сёстры, и вот сегодня, тогда Бог видит закон народу особый. Моисея не помогает. Не помогает. И тогда Бог отдаёт своего единородного сына. Друзья, вдумайтесь в это. Пусть Дух Святой откроет сегодня какое величие любви Божьей к нам Он отдаёт Сына своего за нас. Чтобы Он пришёл и взял наши грехи на себя и умер на кресте за нас. И Он сказал, ныне суд миру всему, ныне князь мира будет изгнан вон, и когда буду вознесён на земле на кресте всех привлеку к себе. Он создал церковь свою. И вот церковь состоит уже в этой особой семье. Не просто поместная, а Вселенская Церковь Иисуса Христа, которую видит только Он, она состоит из людей особого рода, из детей Божьих. Братис Судья, я здраво мило рассказываю, вы это знаете, но я хочу напомнить, напомнить, знаете, когда я ходил в школу, а в селе знали все верующих, родители мои знали, всех, то мама сказала с первого дня, ты же идёшь в школу и знай, все знают, что ты идёшь из семьи христианской, все знают, что ты из семьи верующих, поэтому веди себя так, помни всегда, чей ты сын, вот так мама сказала, и время от времени мне напоминало, помни всегда, чей ты сын, и в школе я, знаете, когда видел, как ведут себя все остальные, я знал, что я так не могу себя вести, потому что меня родители другие, я в церковь хожу, я так не могу, это они так ведут, я так не могу, братья и счёты, вот слова, которые записал Иоанн, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими, какую любовь дал нам Бог, да? И говорит, да, мир нас не понимает, миру мы не нравимся, потому что мир живёт, он не Богу служит, не Богу продлежит, это чужие дети, как сказал Христос однажды даже евреям, не принявшим Иисуса Христа Иоанна 8 глава 44 стих, там сказано «Ваш Отец дьявол», и вот ваш характер, поведение, это вы унаследуете ваш Отец дьявол, и вы хотите исполнять похоти Отца вашего, он был человеку убийца от начала, от осущности дьявола, человека убийца, не устоял в истине, ибо нет в нем истины, когда он говорит ложь, говорит свое, ибо он лжец, и Отец лжи, поэтому никогда вы от дьявола не услышите правды о вас, никогда не услышите правды о нашей стране, о нашем городе, о нашем народе, от дьявола никогда вы правды не узнаете, поэтому смотрите, какие каналы слушать, какие, что читать и кому прислушиваться, братья и сестры, дьявол человеку убийца, от начала, это его сущность убивать, он любит кровь человеческую, чтобы потом потоптаться по ней, чтобы растоптать Божье творение, чем больше убито, почитайте, есть книга, палаточная миссия, интереснейшая книга, про нашу область, начало 20-е годы еще, и пришла в конце, уже в Москве проповедовали, пришла женщина, которая сказала, что мы заключили договор с дьяволом, и в его договоре как можно больше убить людей, как больше сделать в стране, чтобы как можно больше погибло, там, прочитайте в конце внимательно ее исповедь, это 20-й, 23-й год, 1923-й год, это сущность дьявола, друзья, дорогие, и поэтому не ищите правды у дьявола, потому что он лжец, потому что он, вот начала такой, это его сущность, убивать, лгать, это его природа, правды там вы не найдете, но сегодня, когда мы читаем, что мы унаследовали сущность Божию, братья и сестры, мы унаследовали сущность Божию, смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми Божьими, Иоанна 1-я глава 12-й стих, а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть, в некоторых переводах написано, знаете как, вы обратили внимание? Читали внимательно Библию? Написано, дал право быть детьми Божьими, детьми Божьими, но я, мне нравится, братья и сестры, вот этот перевод, да, власть, быть детьми Божьими, власть, право и власть это разные вещи, да, я имею право на бесплатное лечение, например, у нас такого сейчас нет права, имею власть бесплатно полечиться, если ты депутат, братья и сестры, вот разные вещи, право и власть это разные вещи, то Бог дал нам власть, обратите внимание, власть быть чадами Божьими, в вашей власти, вы не можете просто, знаете, ну, не спасен, значит, Бог не решил, спасен, значит, слава Богу, братья и сестры, дал власть, спасение зависит от каждого из вас, от меня, от всех, не от промысла какого-то, Бог любит, Бог грехи всех возложил на Иисуса Христа и дал власть нам быть Божьими детьми, в тот момент, когда вы уверовали в Иисуса Христа, как Ефесианам 1.13 написано, в нем и вы услышавшие слово истины, благоествование вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом. Мы получили, уверовали, покаялись, мы получили верой. Не точно там постарались быть Божьими детьми, нет. Вопрос стоял только в одном, слышите слово о Христе, уверовали, и теперь результат, мы дети Божьи. Быть Дитем Божьим это результат веры. Братья и сестры, я могу смело сказать, я принявший Иисуса Христа верою, я Божий Сын. Если вы приняли Иисуса Христа над верой, покаялись в рехах, вы Божье дитё, и Бог занимается вами, воспитывает и так дальше. Вот какие огромные мысли вложены в этот первый стих третьей главы. А дальше, братья и сестры, мысли, а как теперь нам жить, как вести себя, как детям Божьим. Это будет темой следующей проповеди. мы будем сейчас молиться. Если вы осознали, какую привилегию вы имеете, поблагодарите Господа. Друзья дорогие, вы могли продолжать оставаться сыном дочери дьявола, творить грехи, растлеваться, как весь мир, чтобы он топтался над вашей душой, но Бог дал вам возможность услыхать Слово Божье. Попались верующие, может родители, может друзья, может миссионеры, может быть книга попалась в Евангелии, правдиво раскрывшая ваше сердце, вы узнали правду о себе, о Боге и о спасении и уверовали. Вы сделали правильный шаг, вы сделали правильный поступок. И теперь вы дети Божьи. И скажите Господи, благодарю Тебя, братья и сестры, те сироты, которые жили без родителей, где-то бездомничали, а потом кто-то усыновил, как и неблагодарны всю жизнь. Если вы сегодня неблагодарны за то, что Бог назвал вас детьми Божьими, проснитесь. Проснитесь. Это большая опасная болезнь. Не благодарить Бога, не видеть положения своего, не знать того, кому мы принадлежим. Это огромная болезнь в мире. Аминь. Мы будем молиться. Если кто-то желает покаяться сегодня, то вы можете сейчас пройти вперед, вы можете сейчас сделать этот шаг и пойти навстречу тому, кто вас возлюбил, отдал сына своего и хочет сегодня записать в число своих детей. Если есть те, кто хочет сегодня принять Иисуса Христа в сердце свое, покаяться, поторопитесь. Время скоро закончится. Проповедь закончится. Церковь возьмется. Будете бегать искать. Потом будет суды над миром. Великая скорбь будет. Поэтому сегодня подумайте, принять Иисуса Христа или нет. Если вы хотите не принять, подумайте, почему. Вы думаете, завтра принять? Нет. Завтра можете опоздать. Жизнь не в ваших руках. Хоть вы молоды, хоть стары. Сейчас читаем, там что-то взорвалось, ребенка убило, там молодого, молодого. Поэтому вы можете опоздать. Сегодня есть болезни, сегодня есть аварии, машины, и вы просто можете опоздать. Если кто есть, не принявший Иисуса Христа, не откладывайтесь. Вот пройдите вперед. Скажите, я принимаю Иисуса Христа и попросите у Господа прощения. Если таких нет, я помолюсь. Отец наш Небесный, Господь наш, сегодня мы стоим перед Тобою. И мы благодарны Тебе, Господь, что Ты живой Бог возлюбил нас, что Ты дал возможность читать Евангелие, дал возможность иметь свободно собираться в церкви, дал возможность мыслить, молиться, и Ты помог нам принять веру Иисуса Христа. Мы благодарны Тебе. И мы сегодня, Господи, благодарим Тебя, уверовавшее, что Ты искупил нас, нашел, назвал своими, пообещал нам наследство Сына. Мы за все благодарим Тебя. И что будем сегодня петь? Что будем слышать еще сегодня? Это, Господи, наша дань благодарности Тебе, великому Богу Святому. Если есть сердца, которые еще окаменены, и истина туда не проникает, пусть Дух Святой сегодня сам поможет проникнуть свету во тьму, в воде жизни в каменное сердце и произвести спасение веру. Ты сам это можешь сделать. Продаем в руки Твои великий Бог и славим Отец Сын и Дух Святой. Аминь. Аминь. Аминь.